Друзья, всем большой привет! На манеже все те же, с вами Настя, вы на канале Тоскана Бэкс, и мы продолжаем наш шоппинг-влог. Мы с вами плавно переместились к Зарине, нам уже подмигивает красный джемпер, который мы видели в предыдущих магазинах. Ну, тренды есть тренды, поэтому они встречаются во всех марках в том или ином виде. Здесь, кстати, из интересного, помимо основной коллекции, которую мы с вами посмотрим, конечно же, коллаборация с Александром Роговым. Все стилисты уже посмотрели, все уже пришли в восторг, ну и мы сейчас с вами тоже посмотрим и, конечно, что-нибудь примерим. Что ж, мы с вами зашли внутрь и посмотрите, какая цветовая гамма. Первое впечатление, что все достаточно серое. У нас встречается здесь голубой, такой молочный цвет, серого очень много, есть песочный, ну и красный свитер там был на входе и маячил нам, зайдите сюда, зайдите сюда. Сейчас с вами детально прогуляемся по залу, что-нибудь выберем. Ну, кстати, Зарина ориентируется на аудиторию повзрослее. Если кто не знает, бренд Зарина вообще вырос из советской фабрики Красная Заря. Название, соответственно, оттуда же. Вот, поэтому долгое время их ругали за вообще неактуальные фасоны. Но сейчас, мне кажется, Зарина старается. Вон, коллаборацию какую интересную сделали. Давайте смотреть. У нас, конечно же, на осень самая главная задача найти разнообразную верхнюю одежду. Я тут нашла такой, как будто бы полускатанный пиджачок из такой, я не знаю, шерсти это или не шерсти, но явно не шерсти, что-то другое. Но интересна у него фактура. Не знаю, кому это может пойти, но, возможно, можно как-то интересно застилизовать. Мне понравилась вот такая дубленочка, я не знаю, она, кстати, по-моему, даже двухсторонняя дубленочка. Здесь такой пушистик, напоминает плюшевого мишку, но, кстати, приятно. А здесь, смотрите, какие карабины. Ну, не такие, конечно, качественные, как на сумках Toscan Bex, но интересная застежка. Ну что ж, друзья, мы с вами к коллекции с роговым переместились. Я сразу же вцепилась вот в такую зип-кофту. Тут, кстати, хорошая фурнитура про то, что Александр Рогов постоянно говорит. UKK – это достаточно хороший бренд. И здесь внутри петелька. Ну, так достаточно интересно оформлено. Может быть, возьмем, померяем, что-то попробуем посоставлять. И вот здесь, кстати, этот красный джемпер, красный свитер, который нам подмигивал еще со входа. Здесь тоже завлекалочка, содержит шерсть. И я думаю, ну, наверное, как в предыдущих магазинах, 2, 3, 4, 5 процентов шерсти. Здесь 50 процентов шерсти. Вот это я понимаю. Правда, 50 акрила, но это хорошо, когда смесовая ткань. Акрил не дает шерсти сильно пушиться и сильно скатываться. Есть интересные джинсы. Мы с вами похожие примеряли в одном из предыдущих роликов в Мааге. Они не вареные, то есть они такой плотный, насыщенный синий цвет. И, кстати, вот еще, если красный для вас перебор, то есть вот такой серый джемпер. Но, если честно, меня немножечко смущает вот этот такой излишний брендинг с вот этой буквой R. Может быть, если у вас фамилия на R или вас зовут Регина, то это еще куда не шло. Я бы такое, с такой буквой носить, наверное, не стала. Слушайте, продолжаем смотреть на немного нарциссические наклонности Александра. Футболка такая, Рогов Тур. Но я, кстати, смотрела видео, где он объяснял, что Зарина представлена во многих городах России. И Рогов Тур они сделали как такую концертную футболку. Здесь вот все эти города перечислили. Ну, это классно, что в каких-то совсем небольших городах можно встретить такую стильную одежду. Ну, сомнительно. Мне понравились вот эти джинсы. На них классный шнурок, который можно как-то по-разному завязывать и использовать. У них, кстати, еще очень интересная посадка. Она называется Baggy Fit. Они широкие вот здесь по брючине, а к низу они сужаются. Наверное, не на все фигуры это подойдет. Мне, как правило, такое не идет. Но я думаю, стройным девушкам, стройным женщинам будет интересно. И я думаю, что по талии они очень хорошо сидят. Посмотрите, какой здесь хороший контраст. А вот это пальто, я, если честно, в данный момент обожаю свою работу. Я хотела заехать его посмотреть и примерить самостоятельно, чтобы купить себе. И вот мне выдалась такая возможность, приятная с полезным. Ну, кстати, классно сделано. Здесь, смотрите, кантик вставлен бордового цвета. Подкладка, ну, подкладка, по-моему, с полиэстером. Ну, почему бы и нет. 100% полиэстер. А здесь, кстати, 47% шерсти. Ну, оно достаточно плотное. Конечно, не на зиму, но на такой более холодный сезон. Почему бы и нет. Это мы, конечно же, если я возьму это пальто, то я, конечно же, это отпарю. Вот, такое интересное. Есть костюмная группа. Ну, костюмная группа, мне кажется, немножко слабовата. Смотрите, как, например, сделаны карманы, как сделаны вот здесь карманы. Топорщица. Петли тоже с ниточками. В общем, давайте мы, наверное, с вами еще погуляем по залу и посмотрим, что есть помимо коллаборации с Роговым. Я тут в обнимку с такими деконструированными рубашками. Из фланельки. Очень приятный у них состав. Кстати, 100% хлопок. Здесь сразу совмещено два разных узора. Вот здесь, кстати, тоже другой немножечко принт. И я бы сказала, что очень приятное качество. Можно такую рубашку взять и на ее основе всякие разные комплекты попробовать посоставлять. Что еще хочу обратить внимание на верхнюю одежду. Мне, на самом деле, сейчас хочется в примерочную взять что-то из верхней одежды и попримерять, ну, такие более полноценные образы, да, с куртками, с пальцами. То вот там бомбер, на который я уже положила глаз еще на сайте. Есть всякие разные дутые жилетки. В общем, выбор достаточно большой. Тут уже посмеялись, что образ на контрасте с некоторыми другими получился такой немножечко сиротский. Но мне нравится сочетание вот этих двух серых цветов, как по-разному гармонирует друг с другом трикотаж. Здесь он такой более рыхлый и более объемный. Здесь более плотный. И, кстати, интересно смотрится вот именно графитовый с таким светло-серым. Кардиган вот этот, конечно, стопроцентный полиэстер, он неприятный и в нем, если честно, очень жарко. А платье мне понравилось, как сидит, при том, что оно трикотажное и у меня достаточно ярко выражены бедра. Мне кажется, что оно по бедрам село неплохо. Но я взяла L-ку, наверное, на размер больше своего. Вот, так что можно взять на заметку. Ну и все равно нам в офис нужно ходить, нам нужно ходить куда-то не очень нарядными, то есть не всегда выглядеть как павлин, поэтому почему бы и нет. Здесь мне, кстати, нравится в сочетании с бордовыми украшениями. Опять мои серьги диктуют взять эту сумку. Но хочу вам показать на контрасте, как еще смотрится вот с такой сумкой с коровьим принтом. Тоже достаточно интересно. И здесь получается такой более выраженный монохром, потому что у нас здесь черный и белый, ну или такой слегка молочный, и серый. И на самом деле это все цвета, которые у нас из одного спектра, от белого до черного. Так что вот такой достаточно простой образ. Ну что ж, немного неожиданный на мне сейчас образ, но хотела сказать вот что. Спортивный стиль. Здесь у меня конкретно из спортивного стиля, пожалуй, что вот это худи на молнии. Очень молодит. И если у вас есть такая задача, то можно слегка омолодиться, добавив в свой классический образ. Потому что, по сути, на мне здесь ничего экстравагантного нет. На мне здесь обычные классические синие джинсы и белый лонгслив. Я накинула худи и слегка смешала стиль. Я взяла вот такую сумку из кожи Софьяна. У кожи очень интересная фактура. И сама форма сумки тоже, кстати, выглядит очень необычно. У нее в комплекте два сменных ремня. Один короткий я сейчас как раз надела. И есть еще ремень для формата кроссбоди. Тоже очень удобный на каждый день. Что еще хочу сказать по поводу образа. Я здесь уже несколько раз поныла, что у меня большие бедра. И я, если честно, думала, что вот этот прием с рубашкой не для моей фигуры. Но здесь как-то так рубашка удачно задрепировалась, что мне это даже нравится. Джинсы, кстати, рубашку сейчас сниму из роговской коллаборации. Ну, так неплохо сели. Конечно, по длине нужно их корректировать. Вот такая интересная вариация на тему верхней одежды. Куртка-рубашка в клетку. Причем клетка, на мой взгляд, достаточно удачная. С деталью в виде бахромы по низу. Я очень хотела взять сюда какой-нибудь яркий низ. Взять, например, какие-то рыжие брюки или желтые брюки. Но ничего, к сожалению, в Зарине не нашлось. Поэтому я решила дополнить яркими аксессуарами. Рыжий цвет на рубашке мы поддержали рыжим цветом сумки. Я взяла ту же самую модель, которую показывала вам в предыдущем образе. И, конечно, решила дополнить ярким красным шарфом. На самом деле красный шарф стал моим фаворитом. Я не думала, что его в такое количество образов можно вписать. Здесь вроде бы, если его убрать, даже ничто не намекает про красный цвет. Но с ним смотрится свежо и очень интересно. Понравились джинсы. Классно сели. И очень красивый такой шоколадный цвет. Приятная джинса. Не очень плотная. Будет комфортно. Но, наверное, не на зимний период. Потому что зимой все-таки замерзнем в таких джинсиках. Вот. Ну и что я еще хочу сказать по поводу составов. Составы на самом деле приятные. Джинсы хлопковые. Лонгслив на мне тоже хлопок. Здесь полиэстер в смеси с вискозой. Но на ощупь это курточка-рубашка. Тоже неплоха. И вот эти ворсинки у нее, они достаточно приятные. Такое, как знаете, шарф раньше был. Вот с такими ворсинками. Помните, в фильме «Шопоголик» был шарфик, который главная героиня купила на последние деньги. По-моему, даже заняла у кого-то. И он тогда спас ее образ. И придал ей уверенность. Мне кажется, вот красный шарф из «Тосканбэкс» тоже, во-первых, ко всему подходит. Придает уверенности. Потому что без него все очень и очень просто. А вот с ним как-то уже поинтереснее выглядит. Ну что ж, примерила я это пальто из коллаборации. Оно приятное. Оно такое тяжелое. Оно, кстати, здесь висит неотпаренное. Поэтому здесь, конечно же, есть заломы. Но пальто неплохое. Я бы взяла размер поменьше. Я взяла себе «Л» и оно прямо оверсайз. Смотрите, у меня здесь сантиметров 10, наверное, плечо не попало. Но оно со спущенными плечами уже идет. И здесь, кстати, по-моему, вставлены... Хотя нет, не вставлены подплечники. Я думала, что здесь есть подплечники, чтобы еще больше вот этот силуэт усугубить. Ну и длина у него хорошая. Я метр шестьдесят восемь. Оно мне практически по горячую косточку на ноге достает. Что хочу сказать. Такая сумка, которую я сюда выбрала, сумка с принтом питона, такие простые образы, как сейчас на мне, очень здорово дополняет. Это работает, кстати, и с питоном, и с леопардом, и с зеброй, и с коровой. И, в общем, со всеми анималистичными принтами. Потому что у меня здесь, ну, все вещи достаточно простые, и здесь нет ничего такого сложного и интересного. А вот этот принт добавляет такую изюминку, как будто я действительно подумала над своим образом, перед тем, как выйти из дома. Так что я рекомендую вам присмотреться. Действительно нарядно смотрится эта сумка, и добавляет такую изюминку в образ. В образе сильно ничего не поменялось. Я просто сняла шарф и вместо пальто надела вот такой бомбер. Он, кстати, тоже здесь из пальтовой ткани, достаточно приятный на ощупь. У него хороший объем. Я взяла, по-моему, свой размер, и он на мне вот так объемно смотрится. Нравится, как сочетается песочный цвет с темно-синим. И что еще нравится? Еще нравится, как вот эта рыжая сумка дополняет целиком образ. Мне кажется, очень по-осеннему он выглядит. Кстати, небольшой лайфхак. Так, бомбер стоит, по-моему, в районе 6 тысяч в магазине. Я видела его на озон за 4 с хвостиком. Поэтому, если какие-то вещи вам понравились, их можно проверить еще и там. И купить по сниженной цене. Слушайте, ну когда мы с вами в Зарину зашли, мне показалось все серо, скучно и уныло. Но на самом деле, один из самых удачных магазинов получились достаточно простые, но носибельные образы. В таких можно выйти на работу, в таких можно выйти погулять. И эти вещи, они не будут висеть у вас в шкафу и ждать какого-то особенного повода. Они действительно будут носиться. К составам, ну, есть небольшие вопросы. То есть, некоторые, например, вязаные вещи есть из полиэстера. И они откровенно очень и очень жаркие. Плюс, я думаю, зимой в них будет холодно. Ну, это минус. Но можно взять какие-то, например, вещи с хлопком, можно взять какие-то вещи, где все-таки состав чуть-чуть улучшили. Например, вот из коллаборации составы мне в целом понравились. И сделать какие-то стильные образы. Цена, кстати, в Зарине откровенно ниже, чем в Love Republic и в Lime. Мне кажется, примерно на одном уровне с Маагом. Плюс, не забываем, что у них, кстати, есть, по-моему, бонусная система на сайте. И можно еще всегда на маркетплейсах посмотреть и там какую-то скидку подкараулить. Поэтому в Зарине я ставлю лайк. Мне здесь понравилось. Ну, и чтобы ваш образ выглядел стильно. Я, кстати, очень люблю этот прием. Можно купить достаточно простые и недорогие вещи. И при этом вложиться в более качественные аксессуары. Ну, а качественные сумки вы, конечно же, найдете в Toskano Bags, в нашем шоу-руме или у нас на сайте. Все адреса мы для вас оставим под этим роликом. Напишите, как вам образы и какую сумку вы бы забрали в свой осенний гардероб. Будет очень интересно узнать. А я прощаюсь с вами до следующего ролика. У нас еще один магазин.